Продолжение следует... Продолжение следует... Все зависит от меня, потому что это искусственный вирус. Я больше чем уверен в этом, хотя я не большой специалист, не вирусолог, но есть где-то у меня какое-то внутреннее чутье, что все не так просто. Ибо до сих пор вирусы были несколько другие по жизни, по всей моей жизни в 70, ну скажем так, в 70 лет или 73-4 года, которые я какую-то большую часть из них я себя помню. Что бы я хотел, прежде чем мы перейдем к нашим насущным вопросам, вот прямо распирает мне с вами немножко поделиться. Значит, я уже вот вышел из этого самого, я еще не вышел из карантина, скажем так, я сегодня такой, ну первый день после вот этого периода в 12-14 дней, с 24 марта, когда я протестировался и стал положительным, ковид положительным. Вот, что я хочу просто сказать, не вдаваясь в подробности, а слегка, потому что сейчас везде всего очень много, просто хочу сказать, первое, это действительно искусственный вирус, он запущен, я попался, вот, я с ним стараюсь, я разбирался с ним, разбираюсь, он не поддается, скажем так, обычным, обычным методам, но тем не менее, его объекты все те же самые, что и у остальных вирусов, то есть наша иммунная система, все органы наши, в первую очередь иммунная система, а дальше уже, или там в какой-то определенной последовательности, в зависимости от того, что, скорее всего, он тестирует, меня он достаточно долго тестировал, вот, и начал бить очень четко, начал бить во все те точки, в которых я, скажем так, имел неосторожность, скажем так, иметь минусы. Вот, это и целый ряд органов, не буду даже об этом говорить. Вот, иммунная система, я четко понял, что в первую очередь надо за ней следить, я вот по рекомендациям товарищей, которые в интернете и так далее, что верхнюю слизистую носоглотки, надо было за ней следить. Результат, я за ней следил, я ее сдабривал лимонным соком, значит, время от времени определенный период, причем достаточно долго и дураконадежно, вот, и результат следующий, что мне буквально через какой-то очень короткий срок обаяния полностью и вкусовые ощущения почти полностью вернулись, они не совсем такие, как, ну, скажем так, девственно свежие, но, тем не менее, они есть, они присутствуют. Что меня больше всего удивило, то, что он прожорлив этот вирус, он, во-первых, скажем так, это опять-таки кому как, аппетит только увеличился, ничего не изменилось и так далее, и так далее. Температура колеблется и колебалась от одного края 36 до 39, мотала, мотает потихонечку, но если с ним работать, то можно разобраться, скажем так. Так, и еще последнее, что я вам хочу сказать, и на этом сегодня закончим, это следует полностью провериться после выхода из кризиса, полностью провериться, насколько это возможно, проверить свои слабые места, вот, ибо он, зараза, может затихариться, вот, и, скажем так, дать наотмашь, когда ты этого совсем и даже ожидать не будешь, потому что абсолютно нетрадиционная зараза. Вот так вот, дорогие друзья, с нам с этим уже жить, нам с этим жить. Вот, всем привет из Минска, спасибо всем, смотрю, да, привет, друзья. Значит, вопросы, говорили, что в конце марта будет сертификация двух километров процесса трассы в Шарджа. Как обстоит ДЛО? Дело в том, что я начну отвечать на вопросы, я прокомментирую на все эти, что там говорили, что там обещали и так далее, и так далее, и потихонечку пойдем дальше, окей? Итак, дорогие друзья, вопросы. Значит, вопросы. Первые. В Шарджа, когда будет сертификат на ПАЗ, что там транспорт, обещали в конце марта, обещали. Запущена ли 400-метровая линия в Объединенных Арабских Херманах, обещали в марте. Вы понимаете, дело вот в чем, что никто ничего нигде не обещает. Есть планирование. Планировалось, планируется. И в принципе трасса готова. Да? Если завтра там кто-то бывает, он полностью может быть. Но! Просто так взять и, понимаете, пустым как бы, ну, малоиспользованным ресурсом взять и говорить, о, мы тут теперь открыли, тут у нас все, показали, а там никого нет. Не имеет смысла это делать сейчас. Пусто все. Поэтому все готово, все можно открывать, но это все надо делать по случаю. Поэтому ждите сообщений, поэтому раньше там на неделю, позже на две недели, ничего страшного. Все готово. Значит, это первое. Поэтому планировали, обещали, в чем разница. Разница лишь в том, дорогие друзья, что обещали, я вам обещаю, что я вот буду кататься на такой-то машине дома. Обещаю. Я планирую внутренне, но я опираюсь на реалии, которые меня окружают. И поэтому, скажем так, это же ведь не то, что я вам обещаю вернуть там, допустим, какой-то там кредитом или я вам обещаю дать в долг или еще что-то. Нет. Это обещали. А мы планируем. Мы планируем. Есть бизнес-план. От него все отталкивается. И отсюда начинается отсчет всех остальных критериев, которые мы в той или иной степени, ну, мы обязаны прибегать к ним. Мы должны от них отталкиваться. И строить свою модель действий в этом мире. И точно так же настраивать других людей. Теперь, Денис. Вот, пардон, извиняюсь, второй вопрос. Когда компания выйдет на биржу предположительно? Вот я уже показывал картинку, покажу еще раз ее. Смотрите, значит, что мы имеем дело и когда выходит на биржу. Вот на биржу выходит тогда выход на IPO, видите? Когда созданы предпосылки. Я об этом уже говорил и мы обсуждали неоднократно. Условия. Созданы условия. Какие? Первое. Проект завершен. С первой по пятнадцатую фазу. Мы находимся на четырнадцатом этапе. Еще есть что сделать. Мы находимся в первой фазе. Но мы готовим и уже работы ведутся. Проект переходит во вторую фазу реализации. Мы делаем. Подготовлено много, достаточно много. Сейчас они просто вот так, знаете, как из-за запрубы пойдут. Адресные проекты. Вперед. Это вторая фаза. Плюс, есть еще как бы вторая линия или подвал всего этого процесса. Идет процесс подготовки. Это я про IPO говорю. Идет процесс подготовки. Это в компаниях Евразии, Нарелосковей, Системс, Холдинг. Пятьдесят процентов как минимум. Как минимум. Там больше их остается. Но как минимум должно быть свободными акциями. Пятьдесят процентов плюс одна акция в каждой из них. И это тоже подготовка к IPO. Это одно из условий. Это предпосылка. Это процесс, дорогие друзья. И во второй фазе это вывод адресных проектов на СТО. Теперь представьте себе, что у нас работает целый ряд адресных проектов. Теперь наилучший из них или ряд из них выведен на СТО. То есть имеют свои security токены выпущены. Они финансируются за счет этого. За счет нашей блокчейн-платформы, наших инструментов, механизмов. Что тогда не выйдете, понимаете? Тогда дальше надо смотреть, выполнены все ли требования. Требования там, можно сказать так, это несметная ступа всего. Но этим будет заниматься уже компания, которая будет андеррайтером. То есть будет нас как бы выводить на, готовить, подготавливать, выводить на IPO. И доказана привлекательность проекта. Вот это есть, вот это мы доказываем сейчас. Вот тогда выход на IPO. И тогда, дорогие друзья, все становится сразу понятным. Когда компания выйдет на биржу предположителей. Опять-таки, не обещал никого никакой даты. А есть последовательность, запланированная последовательность, логика действий. И мы действуем в этом направлении. Это должно радовать, это должно поддерживать нас. Это есть наша иммунная система. Нас инвесторов, нас специалистов, которые этим занимаемся. Ну или просто людей, которые как бы поставили на этот проект и сидят или не сидят. Есть вот об этом, мы тоже позже немножко поговорим. Вот. Поддерживают свой бизнес. Так, дальше, Денис. Для чего нужна будет брокерская компания на Кипре? Я точно не знаю, какую вы имеете в виду, но речь шла о компании. Значит, какие задачи она будет решать для компании? Ну, то есть для нас или для нашего сообщества? И кто в ней будет участвовать? Любая брокерская компания, которая создается, она создается как площадка, которая способствует, является инструментом, является инструментом для, скажем так, обслуживания процесса инвестиций. Он многообразен, вот. И факт то, что, скажем, 14-15 этап, мы с ними работаем, но компания Skyward Community работает еще и, скажем так, с сопутствующими проектами, которые вытекают или идут в этом контексте. Я неоднократно об этом говорил, сегодня я не хочу углубляться в это. Могу только единственное сказать, что даже, например, вот мы сейчас с Франтишиком Солором, я же не просто так, в такой легкой рубашке, я уже готовлюсь к режиму Вьетнама. Нам дали разрешение, постановление правительства Вьетнама. Мы имеем право въехать во Вьетнам, там с разными ограничениями. Это пахнет тем, что нам там придется как минимум месяц сейчас побыть, вот 14 дней в карантине и так далее, и так далее. Но там работы много. Вот, и, скажем так, там есть целый ряд таких вещей, которые, скажем так, не совсем правильно было бы сказать, что, знаете, вы давайте это самое, вот это вы сделаете, вот это вы тоже сделаете, да, а потом мы пойдем, значит, в GTI и скажем, что, а вот теперь давайте построим, скажем так, транспортную трассу. Нет, дорогие друзья, это надо делать параллельно. И вот такие проекты, об этом мы неоднократно говорили, зачастую они комплексные. Вот, чтобы не перегружать головную компанию какими-то, я не знаю, там, недвижимостными, еще чем-то другим, отвлекать от самого главного, то есть концерн или мировое, значит, консорциум, который будет заниматься, в принципе, транспортная корпорация всемирная, чтобы она еще чем-то другим вначале занималась, это не целесообразно. Поэтому этим тоже надо будет заниматься. И если мы говорим о том, что на Кипре, не на Кипре, значит, компания создается, кто в ней будет участвовать? Ее учреждает компания, головная компания, участвовать в ней никому не надо, это чисто формальная вещь, она номинально должна соответствовать требованиям, там должны быть, если конкретно говорить о какой-то там компании, там должны быть номинально владельцы, у которых соответствуют тем-то требованиям, имеют свои определенные статусы, компания получает лицензию, имеет право заниматься, скажем так, обслуживанием инвестиций или кредитов, или еще чем-то. Так, Елена, я понимаю, я желтым покрасил тут специально, хочу прокомментировать. Елена Дерегетти, что я понимаю, что тормозим в данный момент из-за пандемии. Была и Литва тормознула, ну, тут текст, наверное, немножко такой съехал, была Литва, но тормознула и так далее. Но лично за свои интересы вопрос, когда перейдем на 15-й период или 15-й этап. Значит, в данный момент мы, дорогие друзья, не тормозим. К счастью, мы занимаемся тем, что мы просто планово работаем. Вот, об этом Анатолий Эдуардович говорил, об этом я неоднократно, как бы с его слов, упоминал. Вот, поэтому есть, есть, конечно, запаздывание, но такого торможения нет. Литва тут вообще никакого отношения к пандемии не имеет. Там политические заморочки и ломиться в те двери, которые, ну, скажем так, слегка приоткрыты, не совсем рационально. Поэтому в разных местах проекты, которые каким-то образом начаты, они находятся в разных стадиях, как бы их созревания. Поэтому ничего страшного нету. Вот. И так работы хватает выше крыши, кроме этой Литвы. Хотя настанет время, будет Литва, потому что я верю, проект, связанный с Курской косой, это очень экологичный, очень эффектный, нужный проект. Вот. Ну, время покажет. Вот. Поэтому мы не тормозим, дорогие друзья, а, скажем так, корректируем и подстраиваемся под режимы, которые нас окружают. Поэтому, смотрите, сейчас очень важно нам тут в конце период, значит, вопрос, когда перейдем на 15 этап. А что такое 15 этап? Я еще раз напомню. Смотрите. Сейчас мы на 14 этапе. 15 этап – это завершение на 14 этапе большинства работ, связанных с высокоскоростным транспортом. Самое главное, что это продолжить, значит, работ по созданию научного, испытательного, технологического, промышленно-эксплуатационного оборудования, необходимых для опытно-промышленной отработки, сертификации строительства и эксплуатации у розовых, городских и высокоскоростных SkyWay-систем, или, ну, скажем так, да, систем струнного транспорта, включая рельсострунные эстакады, подвижной состав, инфраструктуру второго уровня. Вот это надо все создать. От этого зависит переход на 15 этап. Многое сделано, подготовлено, но самое главное – финансирование. Пока не будет подготовлено все для финансирования, переход нерационален. Вот, и все. От этого все зависит. Поэтому надо понимать, от чего это зависит, и кто что обещал или где планировалось. Так. Купоны. Значит, тут есть комментарий, Борис. Вопрос, когда. Да, не должен стоять ребром. Согласен, согласен, согласен. Абсолютно правильно. Вопрос нужно ставить. Как и с чем, когда все будет ясно, только с адресными проектами можно выходить на IPO. Вы знаете, ну, это может быть не совсем так, потому что наши адресные проекты, они локальные, мы всегда говорили, и в моем понимании, по крайней мере, это тоже так, и в основных документах это так, что в основном является, основа является проект. То есть технология чего? Проекта технология, вывод, извиняюсь, вывод технологии городского, высокоскоростного, грузового транспорта на мировой рынок строительства трасс, струнного транспорта. Все. Вот в чем вопрос. Поэтому все остальное сопутствующее, и нам важно это вывести на IPO, а там на IPO, через IPO, через STO или как, адресный проект, это уже такое, он как бы текущее, то есть от этого зависит вот это вот. А в целом, в целом проект это вот это вот. Так. Теперь следующее, друзья. Ага, смотри, смотрите, значит, что купоны не совсем понятно, здесь написано до 12 апреля, это открыть новую рассрочку или раза вовсю оплатить. Там, значит, был вопрос более длинный. Могу только сказать следующее, что касается купонов. Значит, с 12 апреля начнет работу новая система купонов, декларируя вам, с которой можно зарабатывать купоны. Ну, в кабинете тоже есть. Я только даю некоторые комментарии, и все основные условия будут объявлены 12 или к 12 или 12 числа. Сейчас я не берусь точно утверждать. Учитывайте, учитывайте, друзья, то, что я, например, вот, ну, как бы могу вам сказать, что для купонов 2Х и 1,5Х действует следующее условие при выборе предложения. Купоны 2Х можно применять только предложением от 1000 долларов, купоны в 1,5 раза можно применять только предложением от 500 долларов. Обратите внимание, что купоны можно применять только к новым единовременным инвестициям и рассрочкам, оформленным с 12 апреля. Но надо быть в тренде, и поэтому, если у вас есть или если у меня есть, или если у него есть товарищи, скажем так, партнеры или еще кто-то, кто сидят и ждут, то вот это самое хорошее время сейчас их как бы еще раз поднять, объяснить им, даст Бог, что и я, и вы, или он лучше разобрались, и пригласить их сюда снова. До 12-го, вот, это надо сделать до 12-го, если они еще этого не сделали. Если они уже есть, то этого вполне достаточно, а с 12-го можно будет там уже так снова начинать инвестировать. Вот, на действующие расходки открытые до, значит, на действующие открытые до 12-го условия купонов не распространяются. Ясно, да? Это только после 12-го. Купоны нельзя применить к индивидуальному предложению с дисконтом от 1 к 150 до 600. То есть все остальные действуют в рамках того, что у нас есть в кабинете. Так, это первое. Теперь следующее. Что еще? Ага, купоны можно будет получать за инвестицию, там разные условия будут. Я сейчас не буду вдаваться, и за объемы структуры. То есть это, скажем так, новый хороший инструмент. Вот. И причем вы будете получать купоны сразу после того, как объем будет достигать одной или нескольких сумм. Суть не в этом сейчас. Даже не задавайтесь и не забивайтесь в голову. Важно то, чтобы выполнить основные условия, которые сейчас уже объявлены в кабинете. И первое. Вот что я для себя сделал вывод сегодня. Что ревизия первая. Все мои связи за период с 15-го, там, 2021 года. Проревизировать, посмотреть, с кем чего можно поговорить. Это, кстати, то, о чем мы говорили с вами месяц назад почти. Это мой вклад. Это твой вклад. Это его вклад. Поднимем что-то от чего-то. Привстанем. Сделаем ревизию. Это моя первая линия партнеров. Какая она у меня не есть, кривая, там, не кривая. Я сегодня с двумя товарищами говорил, скажем так, ну, и пылу поубавилось, но у меня есть своя идея, что и как я смогу сделать. Неважно. Какой бы вклад не был, но это будет мой вклад. Я думаю, что это каждый может из нас точно такое же решение принять. Вот. Что у нас тут еще, друзья, есть? Купоны. Ага. Шестой вопрос. Я госслужащий и обязан декларировать свое имущество. Там несколько иначе было написано. Я надеюсь, что наш коллега поймет, о чем, или поймет, кто это писал. Вот. В данном случае он спрашивает, как я понял, как мне поступать в нашем случае, что он госслужащий, ему надо декларировать. Вы знаете, по моим данным, по крайней мере, у нас в Эстонии есть разных рангов госслужащий, но есть одни общие правила. Если у тебя есть имущество, имущество за границей, то действительно ты его обязан продекларировать. Что касается нашего имущества, так называемого, долей зафиксированных по договору на наше имя, внутреннем реестре компании. Как поступать в этом случае? Я рекомендую, это моя рекомендация, до того момента, пока эти доли не превратятся, или, скажем так, не превратятся, а выйдут статус, скажем, акций, которые можно выпустить в свободную. То есть они обретут свою ликвидность, об этом и не имеет смысла говорить. Мало ли о чем мы с вами внутри компании договорились, и сегодня мы знаем, что это одни условия, основные условия, но когда мы выйдем на биржу, условия будут четко обозначены. Нам трудно сегодня четко сказать, что это за условия. И сегодня наши внутренние акции или доли, они не являются предметом декларируемого имущества. Поэтому ничего страшного нет, не бойтесь, просто имейте это в виду, и когда наступит момент, час икс, вы спокойно и честно сможете это дело декларировать. И это не будет считаться неким, значит, ну, скажем, скрыванием или еще чем-то. Если у вас есть какие-то сомнения, то самый простой вариант, там есть еще был вопрос, что и как мне декларировать. Просто можете сказать, что у вас есть так называемые залоговые доли под ваше кредитование, и их такое-то количество. Не говорить по какой цене, а просто количество там, там 10 тысяч штук там или 100 тысяч штук и так далее. Все, ничего более, ничего более. Причем это акции в зависимости от того, как они у вас есть. Евразия Нарелскове Системс Холдинг, Евразия Нарелскове Системс Холдинг 2, Евразия Нарелскове Системс Холдинг 3. Так как они у вас там в реестре или, скажем, в вашей выписке из реестра идут. Вот, понятно, да? Это вам решать. Но я бы не стал это декларировать. Так, Александр, как продвигаются работы по токену SVG? Вот я здесь себе пометку поставил «процесс и влияние». Я уже об этом говорил, что касается этого токена SVG. Значит, работы продвигаются хорошо, но мой, значит, такой как бы ковидный нюх говорит, что все дело упирается в то, что сейчас финансовая система находится в таком состоянии флуктации, как некоторые говорят, что очень трудно, трудно, скажем так, сказав «А», четко представить, что такое будет «Б» и «С». Что я имею в виду? Первое – это то, что сказав, что SVG токен, мы его как бы запускаем или какой-то X-проект запускается или еще что-то там начинает работать. Вот, начнем, начнем набирать на площадку средства, они будут в криптовыражении, а заказывать материалы, прочие дела, у нас появятся очень большие проблемы, могут появиться проблемы. То есть не отработана система воспользования или, скажем, оприходования этих средств и конвертации. Я думаю, что собака здесь зарылась пока. Вот, и как только это решение будет найдено, по крайней мере, определенное, как бы, ну, определенное, скажем, необходимое и достаточное два-три решения, чтобы не стоять на месте, процесс объявится и пойдет дальше. Буквально в ближайшее время, я думаю, это так и будет. Откроется, раскроется хлебе небесное в хорошем смысле этого слова. Что касается вот этого седьмого вопроса Александра. Наследование. Так, еще год назад говорилось, что будут инструкции, документы. Есть такая инструкция, наследование, пока я не обнаружил. Да, извиняюсь, нету его в кабинете, но если у вас есть необходимость, обращайтесь, вы получите. Там юристы еще не могут никак поставить окончательную закорючку. Вот. А основное решение все есть. Потому что многие уже обращались, неофициально есть процедура, как, что, где и как делать. Так. Я думаю, что в ближайшее время появится буквально, ну, не знаю уже. По крайней мере, я под контроль себе уже поставил. Еще раз, еще раз. Значит, в SWIG продемонстрирован Unicom. На фото видно, что контейнер нестандартный, маломерка. Было озвучено, что Unicom будет перевозить, показать больше, что он там будет перевозить контейнер. На фото представлено именно тот, Unicom будет перевозить. Дорогие друзья, не забивайте свою умную голову. Понимаете? Какая задача? Давайте подумаем. Какая основная задача? Перетащить этот, извините за выражение, значит, мощный 40-футовый контейнер? Или что? Как вы думаете, что сегодня важнее? Сегодня важнее показать и понять, что тележка работает, трасса соответствует этому. И для этого не надо было строить никаких новых ворот, никаких новых опор, ничего другого. На существующей базе это делается. Понимаете? И поэтому чего сейчас забивать? Там вон маломерка, не маломерка. Работает тележка, работают показатели. Делается целый ряд тестирований для этого. И подготавливается все остальное. Поэтому не надо здесь сильно, значит, это самое, модификация. Причем, хороший вопрос, кстати. Да, действительно, будут модификации. Внутренние модификации будут. Поэтому я не исключаю, что 40-футовый контейнер, где-то в каком-то месте хаба какого-то, будет наполняться контейнерами, маломерками, которые будут наши, скажем так, скажем, четыре контейнера из нашей системы. Почему бы и нет? И нафига там гонять здоровые контейнеры, потом их там перегруппировать и так далее. То есть абсолютно можно работать комплексно, учитывая, значит, так называемую модульность, сопряженность и так далее. И об этом неоднократно генеральный конструктор говорил. Поэтому давайте не будем забивать. Будем надеяться на то, что пускай свое дело делают профессионалы. Наше дело помочь им. Давайте так и будем. Так, что там еще? Ага, говорили, что говорили. Говорят, что в конце марта будет сертификация двух километров трассы в Шарджа. Как обстоят дела? Готовятся, опять-таки, значит, там сертификация. Работы ведутся. Я ничего больше не могу сказать. Я сегодня смотрел, ничего нового там не нашел. Поэтому ничего больше вам не могу сейчас сказать. Не в курсе. Так, что еще тут вам сказать, дорогие друзья? Это я сказал, это я сказал, это я показал. Ну, вы знаете, я так думаю, что вы вполне согласны с тем, что я сегодня, скажем так, рванул на дистанцию. Вот, говорить не так просто, когда тебе там немножко что-то где-то нагуляло. Вот, я сейчас постараюсь свернуть нашу сегодняшнюю встречу. Вот, единственное, что я еще хотел что-то тут вам сказать. А, вот, пример. А, нет, это не имеет сейчас пока никакого значения. Вот, хочу сказать следующее напоследок, друзья. Установки инвестора, партнера. По возможности наращивай свой пакет акций. Наращивай, можешь, нет, помогай другим это делать. Ориентируйся на возможности и условия получения дивидендов. Ориентируемся? Ориентируемся. Все на это ориентируемся. И это правильно. И это действительно, к этому придем. Но к этому еще нужно прийти, надо поработать. Ориентируйся на использование финансовых возможностей твоего портфеля. Да, будут предложения, это надо использовать. Поэтому сегодня особых предложений нет. Ждите. Все будет в свое время. Не спешите продавать акции. Это самый лучший актив. Даже лучше, чем недвижимость. Поймите это правильно. Следите за процессом развития компании, за ее финансовыми показателями. Очень важно, и ваш интерес это показывает, что вы не совсем уже... То есть вы развиваетесь вместе с проектом, и это радует. Ровно как и я. Подумай о возможности развития своей структуры как бизнеса в эпоху кризиса. Самое время. И вот это, значит, то, о чем сегодня идет речь, это так называемая купонная система. Рекомендую с ней ознакомиться, как только выйдут все условия, вот, и воспользоваться, друзья. Это хорошая возможность ей воспользоваться. И, наконец, спроси себя, если занятия, которые занимают большую часть твоего, моего времени, не делают меня или тебя счастливым, то как мне начать тратить на них меньше времени? Вот я поболел, задал себе сегодня эти вопросы, и у меня есть, что на них ответить. Я надеюсь, что и у каждого из вас это есть. Поэтому я вам рекомендую не впадать в эту дурацкую ковидную историю, но, тем не менее, прислушиваться тем, кто по воле случая и судьбы это уже проделали. Та бишь, ваш покорный слуга, я. Желаю всего самого доброго. Вот, мне было приятно с вами пообщаться. Надеюсь, что это взаимно. Я желаю вам всем здоровья. Берегите себя и не спешите ковиднуться. Это все лучше, значит, решение принимайте сами, не буду больше советовать. Вот, каждый принимайте решение сам. Берегите себя, своих близких. Будьте уверены. Верьте в проект. Строй сковей, спасай планету. Будет все, и мы в этом будем участвовать дальше. Спасибо. До скорых встреч через неделю. Всего доброго.